Производство студии рисованных фильмов в Бельско-Бяло, Польша. По рассказу Еремия Пшиборы Новогодняя ночь Рассказ сторожа Как-то в новогодний вечер я вышел на порог своего дома, чтобы подышать воздухом, так сказать, межпланетного пространства. Стою я, дышу, и вдруг вижу, что-то болтается на высоте девятого этажа дома номер девятнадцать по улице Краника и Дзивалевича. Так как никто не мог подтвердить правильность моего наблюдения, поскольку улица была совершенно пуста, то я удостоверился в этом сам. Вижу, действительно, что-то там висит. Мужчина. На канаде. На высоте... Раз, два, три, девятого. Да, именно девятого этажа. Повесился, значит. Да, повесился. Но почему-то за ногу. Висит, значит, на ноге. Но почему именно на ноге, спрашиваю я самого себя. Может, он так нервничал, что вместо головы сунул в петлю ногу? Так я стоял, погруженный в размышления, а он висел. Наконец я решил действовать. Пойду-ка я и попробую втянуть его на крышу. Селенки у меня достаточно. Преодолею силу тяжести, втяну его на крышу, а уж там посмотрим, кто он, и жив он, или умер. Лифт как раз работал. Я поднялся наверх, влез на крышу, смотрю, это трубочист висит. Попробовал я его втянуть, не получается. Тяжелый очень трубочист этот. Он, видно, перед праздником хорошо поел. Трудно мне его втягивать. Я ведь тоже неплохо поел. Да и к тому же я в шубе был. А тут еще канат обкрутился вокруг вентиляционной трубы. Но канат вижу длинный, и если его понемногу отпускать, кто знает, может, он и до земли достанет. Но стал я отпускать канат понемногу. Каждый раз на два метра. Отпущу на два метра, отдыхаю, потому что чем ближе трубочист к земле, тем он тяжелее кажется. Или это я утомился? Или земля чем ближе к ней, тем сильнее притягивает? Наконец, я почувствовал, что тяжесть вдруг пропала. Наверное, я опустил трубочиста на тротуар. Отдохнул я немножко, а потом вдруг захотелось мне самому съехать вниз по канату. Конечно, когда я уже был почти внизу, я стал смотреть, как бы не упасть на лежащего внизу трубочиста. И представьте мое удивление, когда я увидел, что никакого трубочиста на земле не оказалось. А вместо него был олень. А точнее, туша великолепного большого оленя с ветвистыми рогами. А трубочист исчез, как будто его и не было. Признаюсь, с той самой ночи, когда я вернулся домой с оленем на плечах, я немного поверил в мистику. То есть я вижу в этой удивительной истории участие сверхъестественной силы. Силы, которая вознаградила мою заботу о ближнем, замечательном оленем. А вы знаете, что такое оленья печень с картошкой и сливками, политой мадерой? Бальчики оближешь. Рассказ трубочиста. Вы знаете, дорогие друзья, наши времена не из лучших для трубочистов. И трубочистов теперь поэтому мало. Вероятно, отсутствие дымоходов и центральное отопление оказали влияние на такое состояние нашего дела. Но коль скоро на деревьях, в парках и скверах устанавливают скворечники для птиц, разве нельзя было бы на крышах больших домов строить, скажем, трубы для уходящих в прошлое трубочистов? К сожалению, моя личная просьба по установлению трубы на доме номер 19 по улице Краника и Дзевалевича так и не была удовлетворена. И я решил отомстить этим черствым людям. Для этой цели я решил воспользоваться канатом, который намеревался протолкнуть вентиляционную трубу, ведущую в квартиры недобрых жильцов. Однако, когда я накручивал канат вокруг одной из труб, поскользнулся, упал и повис вниз головой на ноге, запутавшейся в канате на высоте девятого этажа. Положение мое было незавидным, я уже готов был звать на помощь, как вдруг мой взгляд упал на окно одной квартиры, в которой двое людей противоположного пола оказывали друг другу знаки большой привязанности. Кричать в таких обстоятельствах было бы со стороны порядочного человека, пусть даже висящего на ноге, очень нетактично. Впрочем, благодаря необычному углу зрения, ведь я висел головой вниз, эта банальная сцена показалась мне интересной, и поэтому время пролетело незаметно. А когда мужчина, надев форму почтальона, покинул хозяйку квартиры, канат вдруг дрогнул и опустился так, что оказался этажом ниже. Через окно я увидел входящего в комнату уже знакомого мне почтальона, которого схватила в своей объятии хозяйка этой квартиры. Но тут, очевидно, она увидела меня, и по движению ее губ я понял, что она вскрикнула, а испуганный почтальон моментально выбежал из квартиры. Занавеска на окне мгновенно была задернута, а канат снова опустился. На этот раз я повис перед окном, за подоконником которого висел великолепный заяц. Я тут же представил его приготовленным со свеклой в сметане. Но канат снова опустился, и я оказался на два этажа ниже, перед окном, за которым все тот же мужчина в форме почтальона поглощал обильный ужин. Но не это заинтересовало меня, а замечательный олень, который висел снаружи подоконника. Он был тяжелый, и для того, чтобы освободить руки, я привязал зайца к поясу, но во время этой манипуляции я выпустил из рук связку рябчиков. Расстроенный этой потери, я неосторожно ухватил оленя, и он рогами ударился об оконное стекло. Но в этот момент канат снова дрогнул, и я опустился на тротуар. Естественно, что олень и заяц были при мне, зато рябчики исчезли, как будто ожили и улетели. Но это еще не все. Когда я на минуту поднялся по лестнице, чтобы немного согреться, таинственным образом ожил олень и тоже исчез. Остался у меня только заяц, привязанный к поясу. Признаю, что с этой ночи я немного поверил в мистику, когда сверхъестественная сила одарила меня своими милостями, и тут же отняла большую их часть, оставив мне меньшую зайца, о котором известно, что приготовленный со свеклой в сметане, он становится блюдом пальчики оближешь. Рассказ почтальона В этот новогодний вечер я отправился в дом номер 19 по улице Краника и Дзевалевича, чтобы передать новогодние поздравления квартиросъемщикам подъезда номер 5. Вы, вероятно, удивляетесь, почему именно подъезда номер 5. Дело в том, что в этом подъезде живут молодые соломенные вдовы, работников одной артели, лишенных права свободного передвижения сроком от 5 до 7 лет. В том, что эти несчастные женщины не пали духом, моя заслуга. Передавая им корреспонденцию, я всем сердцем разделял их в горе, а сердце у меня нежное и крепкое, да и фигура у меня, как видите, что надо, лицо красивое, и обходиться с женщинами деликатно я умею. И вот я стал поздравлять их с Новым Годом, начав с девятого этажа. Ну и как это бывает, то да сё, то ручку целую, то губки, и всё сердечнее, всё теплее. Оглянуться я не успел, а уже пора спускаться этажом ниже. На восьмом этаже я никого не застал, поэтому спустился на седьмой. Ну и снова то да сё, снова ручки целую, как вдруг миловидненькая хозяйка седьмого этажа взглянула в окно, да как вскрикнет, всё настроение у меня тут же пропало, вижу висит за окном какой-то тип головой вниз. И тут же я покинул квартиру, спускаясь вниз и думаю, да чего только доводит праздное любопытство повиснуть головой вниз, чтобы только увидеть, что делается в квартире этажом ниже. Признаюсь, что этот инцидент несколько взволновал меня, и поэтому на следующих пяти этажах я не передавал квартиросъемщицам новогодние поздравления, хотя они, особенно с четвёртого и третьего этажа, этого вполне заслуживали. И лишь тёплый приём, который оказала мне квартиросъёмщица на первом этаже, заставила меня забыть всё, что произошло на седьмом. Поздравления, которые я готовился ей передать, были бы без сомнения самыми лучшими, если бы не этот стук в окно, который, как бы совершенно, не кстати. Тихо вскрикнув муж, хозяйка вырвалась из моих новогодних объятий и тут же упала в обморок. С тревоженными на шутку я подбежал к окну и открыл его. Действительно, что-то похожее на олень и рога промелькнуло в нём. Не ожидая дальнейшего развития событий, я выбежал из квартиры, выглянул на улицу. Никого там не было. Но не успел я ступить за порог, как вдруг почувствовал, что мне на шею как будто кто-то набросил боа, тяжёлая боа из перьев. Я отступил назад и увидел, что это связка чудесных рябчиков. Я снова выглянул наружу, никого на цыпочках выбежал на улицу и, очевидно, благодаря рябчикам, как на крыльях помчался домой. Признаюсь, что с той самой ночи я немного поверил в мистику, ведь нельзя не увидеть во всей этой истории вмешательства сверхъестественной силы, которая вознаградила моё полное самоотверженности отношения к своей работе с вязкой замечательных рябчиков. Приготовленные с брусникой, они превращаются в такое блюдо. Пальчики оближешь. Автор сценария Лешек Мех Едвига Есёнка Композитор Богумил Пастернак Оператор Мечислав Познайский Художник Алиция Курыла Режиссёр и художник-постановщик Ежи Зицман Фильм дублирован на киностудии «Союзмультфильм» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова